Молитва. Глава 4. Кантор и Кадиш Скорбящих. Подзаголовок 4. Оборванец в кавычках и молодой человек, у которого еще не начала расти борода. Сказали мудрецы, Вавилонский Талмуд, Трактат Мигела, 24 Алиф. Оборванец, то есть тот, чья одежда не покрывает тело подобающим образом, не должен читать Тору и вести общественную молитву. Поэтому не следует назначать канторам того, кто одет в майку или шорты. Но если человек одет в рубашку с короткими рукавами, доходящими почти до локтя, он может быть кантором. Если же рукава его рубашки слишком короткие, то ему следует покрыть руки до локтей Талитом. И еще говорят мудрецы, что не следует назначать постоянным канторам юношу, у которого еще не начала расти борода, поскольку это было бы неуважением к общине и к заповеди молитвы, назначить постоянным канторам того, кто еще не возмужал окончательно. Но если речь идет о поддельной молитве, то ее может вести даже подросток, у которого еще не начала пробиваться борода. А если юноша достиг 18 лет и у него начала хоть чуть-чуть расти борода, то его можно назначить постоянным кантором. Разрешается также назначать постоянным кантором молодого человека, достигшего 20 лет, даже если у него еще не начала расти борода. Это не является позором для общины и для молитвы, ведь всем ясно, что он уже взрослый. Смотри, Шульхана Рух, 53, 6, 8. Исходя из этого, некоторые поздние законоучители, например, Прим и Гадим и Беур Галаха, писали, что подросток, у которого умер один из родителей и который обязан читать по нему Кадиш, не должен быть постоянным кантором во время утренней и послеполуденной служб Шахарид и Минха. Ему следует ограничиться лишь чтением Кадиша. Однако во время вечерней службы, арабит, когда кантор не повторяет молитву Амеда, даже подросток, у которого еще не начала расти борода, может постоянным образом вести общественную молитву.